Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Айтар Мбар» в студии «Тимирлан Распек». Сегодня у нас в гостях судья специализированного межрайонного суда Восточно-Казахстанской области, номер 2, Татьяна Анатольевна. Здравствуйте, Тимирлан. Здравствуйте, зрители. Как ваше настроение? Прекрасное. Спасибо, что пригласили. И вам спасибо, что пришли. Давайте приступим к первому вопросу. Какими жалобами к вам обращаются простые горожане? Давайте начнем с того, что у нашего суда такое длинное название, в две строки не умещающиеся. Я проще скажу, что я работаю в ювенальном суде уже четвертый год. Соответственно, мы рассматриваем все споры, которые касаются детей, в отношении детей и непосредственно с самими детьми. Это и в рамках уголовно-правового поля, и гражданско-правового поля, и, соответственно, административные правонарушения. Хорошо. Какие у вас были проблемы в этой сфере? Можете рассказать? Вот смотрите, проблема – это преступность детская. Хотя для семьи я хотелось бы отметить, что у нас достаточно развита, я так полагаю, с участием правоохранительных органов профилактика. Потому что у нас постепенно с годами идет снижение темпа роста детской преступности. Она у нас за последние два года, к сожалению, держится на уровне, но, тем не менее, если сравнивать с аналогичными, с тем же 2019-2020 годом, тогда было намного больше совершалось преступлений, чем сейчас с детьми. Это первая проблема. И вторая проблема – это непосредственно правонарушения, которые совершаются самими детьми. Они, к сожалению, у нас пока не снижаются, пока остаются на том же уровне. Татьяна Анатольевна, вот можете рассказать о себе? Где вы учились подробнее? Я заканчивала, после школы заканчивала колледж, и сразу после колледжа связала свою работу с судебной системой, поступила на работу в суд района. Достаточно долго там проработала, закончила высшее образование в Искреногорске, в Восточко-Останский государственный университет имени Сарсина Манжолова. И общий стаж у меня юридический 20 лет, из них стаж судей 4 года. Вот такая карьера была, и непосредственно как начала в судебной системе, так и продолжаю работать. То есть вы сами выбрали эту профессию? Конечно, да, безусловно. Только сама, никто из родителей не настаивал, выбор был абсолютный и очевиден, потому что я хотела быть юристом со школьной скамьи, но тогда вопрос стоял, хотела быть адвокатом в свое время. А с возрастом уже, видя эту систему, видя работу изнутри, все-таки отошла от этого и стремилась стать судьей. Ну, кем и стала. Мечта вашего детства. Ну да, можно так сказать. Отлично. Вся наша страна 5 июня 2022 года идет на республиканский референдум голосовать. Для чего? Спасибо за такой вопрос, Тимирлан. И вот знаете, очень хотелось рассказать нашим семьячанам все-таки же для чего. Потому что мои близкие родственники спросили у меня, ну скорее всего как у юриста даже, не как у судья, а как у юриста спросили. Татьяна, слушай, зачем, для чего мы вообще идем-то? А как оказалось, многие не знают для чего и почему. И вот сегодня в вашей студии я хочу до наших семьячан это донести понятным языком, не сложным юридическим. Вот смотрите, 5 июня у нас проводится республиканский референдум о внесении изменений и дополнений в Конституцию нашей страны. Там будет один единственный вопрос. Формулировка ставится следующая. Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, опубликованные в стрессах массовой информации 6 мая 2022 года? Все, это единственный вопрос, за который мы с вами должны проголосовать, да или нет. Теперь, вот в этот вопрос включены позиции, которые вносятся в Конституцию по 35 поправкам. Это 35 изменений и дополнений. Достаточно много, да, если говорить о количестве статей Конституции, то 35 поправок это практически треть всей нашей Конституции. И основные, главные, на мой взгляд и на взгляд как юриста, я хочу отметить это следующее. Всего предполагается 35 поправок. В новой версии в Конституции предполагается закрепить изменения в полномочиях президента, в работе парламента, отменить смертную казнь, предусмотреть и укрепить статус ряда органов. Что это? Вот сейчас мы говорим о суперпрезидентской форме правления. Если вы слышали неоднократно в своих посланиях, у нас президент говорил, что у нас сейчас суперпрезидентская форма правления, хотя фактически у нас по Конституции президентская форма правления. Вот благодаря этим поправкам мы от этой суперпрезидентской формы постепенно и потихонечку отходим. Это первое и очень важное. Затем у нас предполагается запретить высшим должностным лицам нашей страны, в том числе и президенту, судьям, сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим, сотрудникам национальной безопасности, судьям Конституционного совета суда состоят в политических партиях. Это тоже очень важно. Спасибо. Скажите, для чего вводится запрет на принадлежности высших должностных лиц какой-либо партии? Вот смотрите, сейчас это всегда обсуждалось, когда должностное лицо становится у руля, так скажем, какого-либо министерства, или, допустим, становится руководителем или президентом большого предприятия квази-гостарственный сектор, как, допустим, сам Рух Казана у нас, да, есть такие огромные кластеры, и он принадлежит какой-либо партии, ну, в смысле принадлежит, является его членом, да, тогда сразу вопрос законный, обоснованный, а не будет ли он лоббировать эти интересы этой партии, да, ставить эти интересы партии, продвигать это прежде всего. Те же, допустим, тот же президент, да, становясь у руля нашей страны, не будет ли он лоббировать интересы только этой партии. Вот чтобы исключить вот это, эта принадлежность и конкретно убирается, запрещается. То есть, вот я как судья не могу быть членом партии, хотя, допустим, раньше я в свое время состояла в какой-то партии. Поэтому это правильная, нужная, своевременная мера. Как вы думаете, что должны знать люди, чтобы знать свои права? Ну, в первую очередь, чтобы быть юридически грамотным, не нужно прям там перечитывать и знакомиться с массой законов, да, которых у нас там, ну, не счесть, не говоря уже о основных законах, конституционных законах, подзаконных актах, ну, тысячи и тысячи, я даже как судья, как партии юрист, я вам не скажу, что я сейчас все вот и до знаю, да. Что нужно знать? Нужно знать наш основной закон. Это наша с вами конституция. Не так много там статей, но эта конституция закрепляет основные наши с вами права и наделяет нас определенными обязанностями. То есть, это то основное, тот самый фундаментальный уровень, который должен знать граждан каждой нашей страны. Даже более того, скажу вам, должны знать наши дети. И мы должны это уже начать прививать. Теперь, касательно внесения следующих поправок. Это очень важная поправка. Вот сейчас у нас в конституции закреплена такая норма, что президентом нашей страны не может избираться лицо более двух раз подряд. И дальше идет оговорка за исключением первого президента республики Казахстан. Сейчас мы с вами, идя голосовать, будем, если мы голосуем за эти поправки, мы, соответственно, эту оговорку будем отменять. То есть, будет только конкретно, что человек не может у нас избираться президентом более двух раз подряд. Все. Без каких-либо оговорок. Это тоже, на мой взгляд, очень важный момент, да? Да. Теперь, следующий и тоже очень важный момент, это о том, что близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих и руководителей субъектов квази-гостарственного сектора. То есть, опять, для чего такие? Опять-таки, чтобы исключить какую-то коррупционную составляющую. Если президент руля, а его близкий родственник руководит каким-то огромным фондом или кластерами, или филиалами, или является Акимом области, да? Чтобы вот это исключить, исключить вот эту, так скажем, близкие отношения родственные в таких очень важных государственных моментах, вот эта поправка предполагает заведение этой поправки. Да, напомним, что всех родственников нашего президента убрали с важных государственных должностей. Можете рассказать, что такое статус омбудсмена? Да, спасибо за вопрос, тем не менее, очень интересный вопрос. В свое время, я когда вообще писала свою работу, писала определенную работу, будучи еще студентом, у нас тогда, это 99-й год, тогда, в принципе, такого института не было. Институт омбудсмена, тогда еще обращаясь к первоисточникам, скажу семьячанам, что это такое древнее скандинавское слово, которое означает, как борец за справедливое отношение, так скажем. Вот смотрите, у нас в Казахстане, с момента обретения нашей независимости, эти институты-то в принципе и есть, они делятся даже по отраслям. Допустим, есть у нас омбудсмен, банковский омбудсмен есть, есть омбудсмен по правам человека, омбудсмен по правам ребенка, по правам человека у нас это сейчас, если я не ошибаюсь, Сильвира Азимова, по правам ребенка это Оржан Саим. Но у них статусности как таковой нет, нашими какими-то законодательными актами их статус не закреплен. То есть практически уровень законодательного закрепления, когда нет, то есть это то, что не существует как бы на бумаге. Они работают на положениях, которые утверждены комиссариатами ООН, то есть на иностранных документах. А президент в своем послании, предлагая закрепить этот статус в Конституции, то есть этим самым он узаконивает их вообще здесь сосуществование. Допустим, они на каких-то общественных началах работают, а сейчас это, представляете, статус Конституции вводится. То есть статус уполномоченного по правам человека, он вводится в Конституцию. И у нас с вами будет право напрямую обращаться непосредственно к этим уполномоченным по правам человека. Это очень большой скачок, я бы даже сказала, потому что если сравнивать Конституции других сотрудничных стран, пока они до этого не дошли. А мы с вами благодаря дальновидной политике нашего президента уже к этому пришли и будем эти вопросы на референдум и, соответственно, принимать. Это хорошо. Касательно судебной системы, какие основные поправки? Давайте сначала еще об одной поправочке важное расскажу, касательно нашего с вами богатства. По Конституции наше с вами основное богатство, ну кроме человека, имеется в виду, человеческий капитал для страны это самое важное и основное богатство. Еще есть наше с вами богатство, это земля и недра нашей страны. Вот сейчас по Конституции у нас закреплено, что земля и недра, они принадлежат государству, находятся в государственной собственности. По Конституции сейчас так. А мы с вами 5 июня пойдем принимать эти поправки в новой редакции. Там конкретно эта поправка гласит так, что земля и недра принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. То есть земля и недра, она становится нашей с вами. То есть и природные ресурсы, и земельные, и моря, и океаны, и воды, да, это будет принадлежать народу. Но государство будет осуществлять, соответственно, распоряжаться с нашего с вами согласия, с нашего с вами видения, да, этими землей и недрами. Это тоже очень важно. Касательно поправок в судебной системе, там ставится только один лишь единственный вопрос. Это об обретении, а вернее даже об изменении Конституционного совета на Конституционный суд. У нас с вами в стране Конституционный суд существовал и в советское время, и уже в постсоветское до 95-го года. Затем переименовали его в Конституционный совет. Теперь почему Конституционный суд? Вот смотрите, раньше, допустим, мы с вами, если сталкиваясь с какими-то проблемами, связанными с несоответствиями законов, подзаконным актом или непосредственно самой Конституции, у нас с вами права обратиться непосредственно в Конституционный совет не было, то есть это не закреплялось в Конституции. А сейчас, меняя статус совета на суд, у нас с вами, как у обычных граждан, есть право напрямую обратиться в Конституционный суд, если мы видим, что наши права нарушаются какими-то подзаконными актами, да, или непосредственно законами, или что-то не соответствует Конституции. А раньше, допустим, вы обращаетесь в суд с иском, и там суд видит, или там прокурор видит, что этим иском устанавливаются нормы, которые не соответствуют нормам закона. То есть ваши права нарушаются, но законом есть определенные несоответствия. Тогда эти все дела, споры приостанавливаются, суд обращается непосредственно в Конституционный совет. А сейчас нет, не будет этой необходимости. Вы непосредственно сами можете своим заявлением обратиться уже в Конституционный суд. Конституционный суд будет, туда будут избираться судьи, он начинает работу с 1 января 2023 года, будет состоять из 11 судей, срок полномочий которых будет 6 лет. То есть это более облегчает задачу, да, и прямое вот это взаимодействие непосредственно человека сразу с Конституционным судом, без каких-либо там судов и прочих каких-то обращений в Генпрокуратуру, прокуратуру. Вот эти основные поправки. Еще вводится ряд поправок в наши законодательные органы, непосредственно в Сенат и Мажелис. Хорошо. Какие изменения в будущем ждут по Мажелису и Сенату? Вот смотрите, по Мажелису, я вот считаю тоже, что это очень важно, у нас там Конституция, мы закрепляем с вами сокращение наших Мажелисменов, да, если сейчас их 107, то в тех поправках, которые мы пойдем принимать 5 июня, вводится их 98. Сокращаем. Теперь, что очень важно, раньше, смотрите, вот как у нас принимались законы, да, сначала у нас Мажелисмены обсуждают, затем, если требуется, выносятся проекты на всеобщее народное обозрение, мы с вами законы с антипроектами, принимается в проекте закон, затем закон идет на согласование, непосредственное принятие в Сенат. Сейчас в поправке, что предлагают, чтобы закон принимался не Сенатом, то есть не нашей высшей палатой, да, Сенат имел право только одобрить этот закон, а непосредственно принимать его уже, его будет Мажелис, это более правильно, потому что вся кропотливая, эта детальная работа по закону, по вообще принятию его в жизни в действие, она исходит из Мажелиса, если они будут уже это принимать, с одобрением Сената, это будет замечательно. Отлично. К сожалению, наше время подходит к концу. Если у вас есть какие-то советы и пожелания, то передаем слово вам. Спасибо. Еще раз хочу поблагодарить вас за то, что пригласили в эту студию, за столь содержательный диалог и нашу беседу. И хочу пожелать мира и добра, во-первых, всем нашим семичанам. И хочу сказать вот что. Идти или не идти голосовать, это, безусловно, право каждого. Но именно от нас с вами зависит, будут ли приняты эти изменения или нет. Будем ли мы с вами двигаться в новом направлении, в соответствии с реалиями, с нашей жизнью, или останемся со старыми взглядами. Это хотелось бы пожелать нашим семичанам. Отлично. С вами была программа Айтар Мбар. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова